Главное средство защиты для синдрома поликистозных яичников – СПКЕЯ. Синдром поликистозных яичников является общим условием, связанным с гормональным дисбалансом у женщин репродуктивного возраста. Она характеризуется высоким уровнем андрогенов, мужских гормонов, в организме. Исследователи также связывают инсулин с ПКЕЯ, потому что многие женщины с этим условием также имеют слишком много инсулина в организме. Высокие уровни инсулина вызывают яичники производить больше мужских гормонов. У женщин с ПКЕЯ также было установлено, что воспаление низкосортный, способствуя устойчивости к инсулину. Точная причина с ПКЕЯ, однако, до сих пор неизвестна. Тем не менее, генетика рассматривается как важный фактор, как с ПКЕЯ, кажется, работают в семьях. Условия приводят к таким вопросам, как изменения в менструальном цикле, кист на яичниках и проблемы с зачатием. Это может вызвать такие симптомы, как нечастые или продолжительные менструальные периоды, чрезмерный рост на лице и теле, увеличение веса, акне, жирной кожи, истончение волос или облазения по мужскому типу, а также боли в области таза. Признаки и симптомы, как правило, варьируются от одного человека к другому. Это эндокринное заболевание также связано с повышенным риском развития резистентности к инсулину, диабета типа 2, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и болезни сердца. Таким образом, ранняя диагностика с ПКЕЯ является чрезвычайно важным. Хотя нет никакого лечения для этой проблемы пока, его можно контролировать. Некоторые простые природные средства, лекарства и изменения образа жизни могут помочь управлять симптомы и уменьшить осложнения. Вот некоторые домашние средства для синдрома поликистозных яичников – СПКЕЯ. Корица. Эта трава может помочь уменьшить резистентность к инсулину у женщин с синдромом поликистозных яичников. Добавьте 1 чайную ложку порошка корицы в стакане горячей воды. Пить ежедневно в течение нескольких месяцев или пока вы удовлетворены результатами. В качестве альтернативы, вы можете взять эту траву в форме дополнения после консультации с врачом. Это, как правило, предлагается принять одну капсулу, 1000 мг, 3 раза в день. Вы можете также включить эту специю в вашей диете, опрыскивая порошок корицы на вашем крупы, овсяные хлопья, йогурт, творог, бутерброд маслом арахиса и других продуктов питания. Примечание. Вам не нужно принимать больше чем 2 чайные ложки этой специи в день. Если вы принимаете эту траву для борьбы с сопротивлением инсулина, проконсультируйтесь с врачом, поскольку это может снизить уровень сахара в крови. Льняное. Льняное также может быть использован для борьбы с спке, поскольку это помогает контролировать уровень андрогенов снижения. Он содержит лигнаны, которые увеличивают выработку половых гормонов связывающего глобулина, СХБГ, который связывает тестостерон в крови, тем самым предотвращая его от все хаос в организме. К тому же, будучи высоким содержанием клетчатки, льняное семя помогает замедлить метаболизм глюкозы и снизить уровень холестерина. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этом суперпродуктам также уменьшить воспаление, понижать кровяное давление и уменьшить риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Смешайте 1 или 2 столовые ложки свежемолотого льняного семени в стакане воды. Пить ежедневно в течение нескольких месяцев или пока вы удовлетворены результатами. Кроме того, включать наземное льняное семя в вашем рационе регулярно, добавляя их к смузи, супов и салатов. Мята-чай Мята-чай может также помочь справиться с ПКИА из-за его антиандрогенными свойствами. Пить чай мяты курчавой может помочь уменьшить герцутизм или избыток волос на теле, за счет уменьшения свободного и общего уровня тестостерона и увеличения лютеинизирующего гормона, ЛГ, и уровень гормонов, ФСГ, фолькула стимулирующего. Отварить 1 чашку воды в кастрюле Добавьте 1 чайную ложку сухих листьев мяты. Пусть это кипятит на медленном огне в течение 5 до 10 минут. Процедите и пить этот чай 2 раза в день в течение нескольких недель. Яблочный уксус Яблочный уксус также полезен для борьбы с СПКИА, поскольку она помогает контролировать уровень сахара в крови и держит ваше тело от производить слишком много инсулина. Меньше инсулина означает меньшее количество тестостерона. Кроме того, это поможет вам сбросить лишний вес и улучшить общее состояние здоровья. Смешайте 2 чайные ложки сырого, нефильтрованного яблочного уксуса в стакане воды. Пить ежедневно по утрам и перед едой. Продолжайте в течение нескольких недель или пока вы видите улучшение. Вы можете постепенно увеличивать дозу яблочного уксуса до 2 столовых ложек на стакан, 2 или 3 раза в день. Если вкус будет слишком сильным для вас, смешать яблочный уксус с апельсиной или любой другой фруктовый сок. Пожитник Пожитник способствует метаболизм глюкозы в организме и повышает резистентность к инсулину. Это, в свою очередь, помогает сбалансировать ваши гормоны. Он также может помочь снизить уровень холестерина, помогает потере веса и способствует здоровому функционированию сердца. Замочите 3 чайные ложки семян пожитника в воде в течение 6-8 часов. Возьмите 1 чайную ложку изомоченной семена вместе с медом утром на голодный желудок. Также возьмите 1 чайную ложку семян около 10 минут до обеда и 1 чайную ложку предшествующих к обеду. Продолжайте лечение ежедневно в течение нескольких недель или пока вы видите улучшение. Вы можете также включить семена пожитника и листьев в вашей обычной диете. Саупалмета Эта трава действует как антиандрогенов, блокирует 5-альфа-редуктаза. Чтивитян снижает превращение тестостерона в более активную форму под названием дегидротестостерон, ДГТ. Это, в свою очередь, может помочь предотвратить герсутизм или избыточное оволосение у женщин с синдромом поликистозных яичников. Он также помогает истончение волос расти обратно. Натуропаты часто предлагают эту траву для лечения в спке, поскольку она помогает правильно гормональный дисбаланс. Возьмите 320 мг стандантизированного экстракта пальмета ежедневно в течение нескольких месяцев. Если вы принимаете жидкий экстракт, возьмите 1 чайную ложку в день. Примечание Убедитесь в том, чтобы проконсультироваться с лицензированным врачом природной, прежде чем принимать это или любое другое растительное лекарственное средство для спке для обеспечения безопасного и эффективного использования трав. Чистеберы Чистеберы, называемые также витекс, являются еще одним популярным травой для облегчения симптомов спке и лечения бесплодия из-за гормонального дисбаланса. Это отличный гормон балансировки травы, а также используется как средство от менструальных проблем. Вскипятите стакан воды и добавьте 1 чайную ложку свежих или сушеных частеберез. Пусть он крутой в течение приблизительно 10 минут. Процедите и пить этот чай ежедневно в течение нескольких недель или месяцев, пока вы не увидите улучшения. Прекратите использовать его, как только вы удовлетворены результатами. В качестве альтернативы, вы можете взять эту траву в форме дополнения. Для правильной дозировки и пригодности, обратитесь к врачу. Рыбий жир Будучи загружен с омега-3 жирных кислот, рыбий жир помогает уменьшить андрогенов и улучшить чувствительность к инсулину. Омега-3 жирные кислоты могут улучшить симптомы спке, уравновешивая уровень андрогенов. Плюс ко всему, в том числе жирной рыбы в вашем рационе или принимать добавки рыбьего жира может помочь уменьшить воспаление, уменьшить жировые отложения и борьбы с хроническими заболеваниями. Там нет стандартного суточная доза для добавок рыбьего жира. Вы можете принять от 1 до 3 капсул 2 или 3 раза в день, или как это было предложено вашим врачом. Лакрица Корень солодки может помочь снизить уровень тестостерона у женщин с синдромом поликистозных яичников. Исследователи полагают, что глицеризин в этой траве ингибирует фермент, который необходим для производства тестостерона. Солодка также могут быть использованы в качестве вспомогательной терапии для герсутизма. Кроме того, корень солодки способствует овуляции спида детоксикации печени. Печень выводит токсины и избыток гормонов и тем самым помогает гормонального баланса. Добавьте 1 чайную ложку высушенного корня солодки в чашку кипящей воды. Пусть это кипятит на медленном огне в течение примерно 10 минут, а затем процедите. Пить этот чай 2 или 3 раза в день в течение нескольких недель. В качестве альтернативы, вы можете взять эту траву в форме дополнения. Вы можете взять 1 четверть на половину чайной ложки солодки на стойке 2 или 3 раза в день в течение нескольких недель. Убедитесь в том, чтобы проконсультироваться со своим врачом, чтобы выяснить правильную дозировку для вашего случая. Примечание. Корень солодки не могут быть пригодны для тех, кто страдает от высокого кровяного давления или сердца, почек или печени. Он также может оказывать влияние на уровень глюкозы в крови. Базилик. Базилик, также известный как Тулси, может помочь уменьшить симптомы СПКИА из-за его антиандрогенными свойствами. Это поможет управлять уровнями инсулина и помочь в потере веса. Василий также является отличным избавлением от стресса, а также обладает антиоксидантными и противовоспалительными преимуществами. Потреблите от 8 до 12 листьев базилика святой ежедневно утром. Другой вариант заключается в пить чай базилик несколько раз в день или принимать эту траву в форме дополнения. Для правильной дозировки, обратитесь к врачу. Следуйте либо из этих средств в течение нескольких месяцев. Примечание. Базилик имеет тенденцию к снижению уровня глюкозы в крови, поэтому принимать эту траву тщательно, если вы принимаете диабетические лекарства. Трава также может замедлить свертывание крови и взаимодействовать с антикоагулянтов. При принятии травяные средства правовой защиты для природного лечения СПКЕ, необходимо проконсультироваться с лицензированным врачом природной, потому что большинство трав, которые работают за счет снижения уровня тестостерона, как правило, приводят к увеличению уровня эстрогена из-за андрогенов превращаются в эстрогены. Натуропаты помочь бороться с этими проблемами, предлагая способы поддержки метаболизма эстрогенов и улучшают клиренс эстрогенов. Например, увеличение потребления клетчатки в вашем рационе помогает содействовать клиренсия эстрогена. Дополнительные советы. Держите свой вес под контролем, как это поможет снизить уровень мужских гормонов в организме. Потеря всего лишь 10% от веса тела может помочь принести ваши периоды в нормальные русла. Участие в регулярных физических упражнениях, чтобы помочь контролировать свой вес, а также регулировать инсулин. Включать более богатые клетчаткой продукты, такие как цельного зерна продуктов в вашем рационе. Увеличьте диетическое потребление витаминов, особенно витаминов В2, В3, В5 и В6, чтобы помочь уменьшить симптомы спкея. Бросай курить. Женщины, которые курят, как было установлено, имеют более высокие уровни андрогена. Избегайте использования пластиков в потреблении пищевых продуктов, приготовления и хранения. Не пить воду из пластикового контейнера. Принимать предписанные противозачаточные таблетки после консультации с гинекологом. Иглоукалывание терапия также было установлено, чтобы быть полезным для повышения уровней гормонов.